Здравствуйте, Александр Борисович, это как у вас сзади красиво все. Да, подожди, что-то я тебя плохо слышно. Раз, два, три. А сейчас хорошо? Да, все, супер, супер. У вас прямо сзади так все обстановочка. У меня вообще, смотрите, ресторан старый, гуцульский, гляньте, там наливают даже. Красота, красота. А куда ты, чего ты так мотался-то? Я так и не понял, зачем? Здесь у нас мероприятие в горах Карпатах, и мне нужно было с него сорваться в областной центр съездить и вернуться обратно. То есть там партнеры приехали, нужно было с ними увидеться и обратно же вернуться. То есть я туда-сюда думал, успеваю, а я забыл, что серпантинные дороги просто очень сложно на самом деле. Ну, понял. Какие-то сложности, да, я понял, понял. Слушайте, но на самом деле такая тематика довольно-таки обычное дело. Я комментарии пропускаю, пока будут. Как у вас дела? Как обстановка? Расскажите. Что, у нас хорошая погода стала, тепло, солнышко, хожу, загораю. Ну, как бы... Прощаюсь. Фотографик, цветочки. Тут нам сразу же инфографик показываете. Да, прощаюсь летом потихонечку. На меня начинает такая, знаешь, тоска по лету. Я понимаю, что уже сейчас вот прохладно становится. Ну, начинает пахнуть чуть-чуть осенью, уже начинает пахнуть чуть-чуть. Пусть пока еще еле-еле, но все равно запах уже есть, особенно ночью прохладно. И, знаешь, навеивает такие какие-то стихи, Пушкин и так далее, что-то, да, вот, что-то такое. Ну, как бы понятно, что теперь месяцев девять у нас будет мороз, да, слякать, грязь. Ну, ничего страшного. Зато работоспособность повысится, правильно, Сережа? Это прям самое главное, наверное, потому что... Да, потому что расслабляет, согласись, хорошая погода так расслабляет, ничего неохота делать. Но она расслабляет и, мне кажется, чисто психологически уже даже больше. Ты вот, я утром там, вот, сейчас мы с ребятами же, говорю, на мероприятии, там каждое утро встаем бегаем. Там какие-то интервали бегают, какие-то равномерку. Просто я три дня побегал, на четвертый встаю и говорю, да нахер, не хочу. Нет, поэтому так, так, как у вас с карантином обстоят дела сейчас? Как клубы, говорю, с карантином как? Начали работать? Да, смотри, ну ты понимаешь, Россия большая. Если вот за Москву я могу сказать, что все кинулись работать, если ты про персональных тренеров, да, всех вроде бы открыли, все открыли, Подмосковье открыли, все радостные. Тренерский состав бросился тренировать. И как бы все в работе, никто не хочет не учиться, не на стримах быть и так далее и тому подобное. Вот. Но ты знаешь, что у многих города до сих пор не открыли клубы. У многих городов большущие проблемы. И сидят ребята, да, ведут онлайн и так далее и тому подобное. И то есть обстановка такая не очень хорошая. Все пугают, значит, пугают опять второй волной. Не знаю, насколько правда это, насколько неправда. Поэтому все сидят боятся, все притихли, все ждут сентября. В сентябре есть какая-то точка, да, с которой будет понятно. Либо все опять садятся, либо вот никто ничего не знает, ты сам понимаешь. Поэтому тут не знаю. Ну понятно, понятно. Александр Борисович, а вот, слушайте, такая полемика вопросов. Ребята накидали здесь, которые со мной. Я вам позадаю такую. И они, я думаю, что будут писать в комментариях. Потому что, ну, я решил, знаете, как я думал, вот как с первых уст я получил. Я вам так их задам. Но вы уже там свою... Слушайте, спрашивают вот такой. Если в перекус кушать конфету, будет ли повышаться уровень гликогена в мышцах или нет? Ну, смотри, мы же с тобой опять должны разбираться, кто спрашивает, да? Тренер спрашивает. Тренер групповых программ. Тренер групповых программ. Ну, ты сам понимаешь, гликоген у нас с тобой образуется из углеводов. И поэтому, если тренер у нас с тобой потренировался, израсходовал гликоген, и после этого купировал конфеткой, то гликоген будет повышаться. Только я сам вопрос не могу понять. А в чем тут? То есть, стоит ли вот кушать конфетки, чтобы гликоген накапливался или не стоит? Вот давай, тогда все, я понял. Значит, смотри. Мы проанализировали, у нас даже публикация была, у нас есть такой нутрицолог Светлана Бушмелева из Нижнего Новгорода. Вот, она провела интересную такую... Она смотрела там то ли 25, то ли 35 тренеров, сейчас уже не помню, у нас публикация была, групповых программ. Так вот, групповые программы мы проанализировали. 11 тире плюс-минус там 2 часа, они вели в неделю... Ну, представь, 11 плюс-минус 2 часа. Активных, серьезных тренировок с точки зрения... Это памп, это сайкл, это трекинг, это... Ну, понимаешь, да, такие вот... Ну, понятно, да. Да, но в среднем 11 часов. Померили процент жировой ткани 23 плюс-минус 2, то есть до 25% жировая масса. А тренировок 11 часов. А любой бодибилдер, ты сам понимаешь, да, тренируется 6-7 часов в неделю. Это про неделю, 11 часов в неделю. Да, я понимаю. Да, и у него процент жира там 7-8-9, понимаешь, да? И вот почему же у групповика такой процент жира? И мы отвечаем, потому что между уроками конфетка, да, сладкая и так далее и тому подобное. И вот тут стоит... Ты мне сейчас задаешь вопрос. А вот гликоген нужен или не нужен? Ну, мы говорим, этот гликоген, скорее всего, перебирают они с этими конфетками. И конфетки идут не в гликоген, а идут в лишнюю жировую массу. Поэтому, если ты спрашиваешь о гликогене, ну, конечно же, гликоген равно углевод. Это понятно. Но вопрос, насколько ли... Ты перебираешь с этими конфетками? Тут вот этот... И наше исследование показывает, что достаточно сильно перебираешь. Потому что у тебя процент жира при 11 часах тренировки интенсивных, блин, 25%, 23%, 22%. Хорошо, но вот смотрите, вот прямо вот говорят, а как им восстанавливаться, если они не вывозят такое количество тренировок? Не тренировать? Что делать в данный момент? Да нет, ну нет, нет. Одно дело, если мы с тобой приходим, что нет сил тренироваться. Но всегда, я советую, вот согласись, всегда есть понятие диагностики. Сейчас хорошо, не знаю, как в ваших клубах, но вот я про московские клубы говорю, что практически в любом клубе есть биоимпедансный анализ состава тела. Всегда есть какой-то инблади, там, не знаю, медас, какой-то там корейской танита, ну, не знаю. Вот, и мы с вами, то есть, групповики могут наблюдать за своим составом тела. То есть, если они употребляют, там, 3 конфетки, 4 конфетки и продолжают, там, набирать жир или не теряют жир, то, наверное, не 4 надо конфетки, а попробовать есть 3 конфетки. Правильно, Сереж? Ну, понятно. Да, то есть, если мы видим, что мы начинаем есть 3 конфетки, у нас процент жира падает, у нас процент жира, и плюс работоспособность остается, то тогда, согласись, нам нужно будет с тобой все-таки понять это. Как тренеру-групповику бороться с перетренированностью? Ну, выход один с перетренированностью сейчас задает у тебя вопрос. Да, да, да. Ребята, ну, выход один. Перетренированность – это болезнь. И перетренированность обычно лечится, если она не сильно запущена, она лечится отдыхом. Это единственный выход – отдыхать. Ну, вы же понимаете, что… Понимаю. Что у них сидит в головах. Если я не отработаю, я потеряю… Не получу деньги. Если я не буду тренироваться, я стану толстой. И некрасивой. Да. Но тут возникает… Я понимаю, что это деньги, это там, да, все-все-все. Но тут выхода нет, ребят. Но ничего вы не сделаете. Вы думаете, что вы сахаром спасете перетренированность? Неправда. Но перетренированность – это ЦНС, это не сахар. Поэтому, ребят, начинается перетренированность с периферии, а закончится она у вас с централкой. Понимаете? То есть ЦНС. Поэтому, куда вы любой учебник не возьмете, вам напишут, перетренированность – это болезнь. Как лечить? Как больнички на диване, правильно? Ну, начинают с дивана, а заканчивают уже и включают уже лекарства. Ну, конечно, и пилюльками, и уколами, и так далее. Поэтому тут я все понимаю. Я понимаю, деньги надо зарабатывать, и я понимаю, что есть востребованность. Но тут надо понимать, что в любой момент надо какой-то день хотя бы полностью отсыпаться, полностью процедуры какие-нибудь опять не перебарщивать и не идти в баню. Потому что что такое баня? И мы сейчас много исследований проводим, и Запад проводит. Баня – та же самая тренировка. Ну, одно дело – зайти на один, как называемый, с анаболической целью, один раз заходите, сидите максимально, ну, чтобы потерпеть, да, и уходите с этой бани. А не когда вы там по 15 раз туда заходите, да, вроде бы кайф, там что-то велик. Ребят, ну, это капец, какая нагрузка на вас, и на центральную университет, и на периферию, и так далее. А вы считаете, это как метод восстановления. Ну, это неправда, это не так. Ну, нас так любят в гореть и в ванне полежать. Ну, это все, ну, это, во-первых, мифы все вот о том, что это способствует. Это полноценная тренировка. И поэтому, представляешь, вот у тебя единственное, допустим, воскресенье или суббота, да, и ты идешь в этот момент, чтобы нет, чтобы поспать, нет, чтобы… В свое время Виктор Николаевич Сульянов говорил, что существуют сбивающие факторы восстановления. Он такое, ввел такое понятие, не знаю, он сам он или… Так вот, в бане есть сбивающий фактор восстановления, понимаете, да? И что самое важное в восстановлении? Самое важное в восстановлении – это покой. Правильно? Поэтому, когда нам каждый раз говорят, вот, вы тренируетесь, да, делаете бицушку. И вам говорят, а что делать на отдыхе, когда вы две минуты, допустим, отдыхаете. И все начинают там разогревать, там, эту бицушку, там, да, как-то вот так. Ну, что вы делаете в этот момент? Вы сокращаете мышцу, то есть сбивающий фактор восстановления. Вам нужно восстанавливать АТФ, креатинфосфат, да, какой-то там гликоген, а вы в этот момент дергаете ее, понимаешь, да? Это тот же самый прикол с предварительным стретчингом, когда вы начинаете лепить на все дырки. Да, ты берешь, представляешь, только бицеп качаешь и потом сидишь его раскручивать. И вот Виктор Николаевич в свое время хорошо говорил, он говорит, ну, если вы хотите что-то дергать, ну, тогда дергайте ногу, правильно? Ну, конечно. Ну, ты бицушку качаешь, ты берешь, дергаешь ногу. Когда ты дергаешь ногу, у тебя организм переключается на ногу, правильно? И расслабляет руку. То, что и требовалось доказать. Тебе нужно расслабить руку, чтобы она быстро отдохнула, правильно? Ты дергаешь ногу и расслабляешь руку, и она у тебя восстанавливается. Поэтому вот это, ребят, очень важно запомнить. Запомнить, что когда у вас есть подряд упражнения, да, на руку, ну, условно, да, то нужно дергать ногу. Подергали одно, потом подергайте другое. Да, потом перейдите дергать другое. Но наша задача с вами не дергать ни в коем случае то место, которое у вас тренируется. Вот это очень важно. А вот такой, девочка Даши пишет, хит тренировка какие мышечные волокна задействует? Ну, ребят, хит тренировка, она всегда подразумевает очень, очень, вообще, давай так начнем. Очень неприятный вопрос с точки зрения... Да, вот такой. Да. Ну, во-первых, когда заходит речь о волокнах, всегда я очень болезненно к этому отношусь. Я всегда говорю, давайте определимся в терминах. Какие вы знаете волокна? Потому что существует 300 видов классификации волокон, да, про что мы говорим. Ну, ребят, тут настолько он сложный. То есть, условно, давайте я представлю, я два-три месяца пролежал в реанимации. Правильно, Сереж? И поэтому, как только я встаю с постели, для меня это уже хит. Правильно? Yes. Да. Да. Какие я волокна задействую? Конечно, гликолитические, да? Ну, а, ты видишь уже, ты на одну классификацию перешел. А она, скорее всего, девочка, задает вопрос, медленные или быстрые, да? То есть, мы не знаем про классификацию. Правильно? Ну, вот я сейчас вам, знаете, какую штуку расскажу? Это объясню. Вот в групповом формате, может, ну, не знаю, видели ли вы, не видели, как выглядит хит. Короче, это просто берется 30 секунд, они делают упражнения, вообще не понимая, какая интенсивность, какой темп упражнений. Просто он делается. И 30 секунд они отдыхают. То есть, как получилось, так сделали. Это мы делаем хит. Все. У меня просто недавно было такое, как сказать вам, ну, наверное, может, даже стычка в плане, когда мне говорят, делают табату. Я говорю, как табату вы можете делать 30 минут? Ты что, говорю, с ума посходили? Я говорю, ну, как так может быть? Он говорит, да как, смотри, мы работаем сначала ноги, потом мы работаем вверх тела, потом мы работаем кор, потом мы делаем кардио, а у меня в голове компьютер начинает перегружаться. Я говорю, 120 процентов, вы херячите, вот так вот. Говорю, я бы умер бы. Говорю, после второго мне реально реанимация была бы. Сереж, только я тебе поправлю. Настоящая табата 170. А, то есть, ну, это СИД, правильно? Еще раз. Тут неважно, СИД, МИД. Мы сейчас говорим о табата. Так вот, классическая табата 170. Ну, 170. То есть, еще. Да, да, да. То есть, меня после первого раунда занесут туда. Ну, понятно. Ну, реанимация сразу. Вот. Ну, неважно. Момент вот этот вот, то, что нет понимания, с какой интенсивностью, что такое и как с ней работает. То есть, вот я думаю, что с ваших уст, если вы скажете, это будет, может быть, более существенно. Нет. Послушайте. Существует классическое, в теории методики как раз вот высокоинтенсивной тренировки, существует классическое определение. Что такое СИД, что такое ХИД. Берут всегда либо от ЧСС по классической схеме, либо от МПК, от максимального потребления кислорода. И всегда говорится о том, что до 30 секунд это всегда СИД. ЧСС там 100, чуть ли не 110. И когда мы с тобой говорим о табате, конечно, это СИД, это 170 от МПК, это какая-то там страшная какая-то нагрузка. А ХИД, он всегда от 30 секунд, понимаешь, да, и вот пошел 2 минуты, 4 минуты, это вот ХИД. Берется там что-то от 85, по-моему, до там 95. Это вот, вот этот диапазон классическое определение, которое и Табата про это писал, и, понятно, Гебала, король хита. Вот, он, конечно, вот ввел эти понятия, скорее всего, я особо не помню уже по истории. И, соответственно, вот это вот определение. Поэтому, ну, классический ХИД я бы, я бы все равно лично бы отвел бы, наверное, потому что все-таки хорошие, хорошие результаты даются от 2 минут и более. Да, высокоинтенсивный интервал. И я бы, например, лучше бы делил ХИД и СИД по влиянию там на окислительные способности мышцы. Мы знаем, что там от 2 минут и более как раз хорошие результаты получаются. Нет анализа по этому вопросу выходит. Ну, и поэтому, что там делить вот на эту мощность? Надо делить всегда на пользу. На пользу. Какая польза лучше? Мы всем говорим, от 2 минут. Поэтому вот эти хиты, конечно, нужно стараться делать вот 2 минуты. Длинными, хотя бы средними интервалами. Да, средним интервалом. Вот, а все вот эти 30 секунд, они, у них задачи совсем другие. Да, это больше спортики, да, спортсмены. И занимаются этим всеми делами. А к фитнесу СИД, ну, не знаю, зачем они СИД нужны для фитнеса. Ну, а их же талип, они же пытаются к нему назвать и это сделать из него. Непонятно. 30 минут смерти. Непонятно, да. А, ну, да. В фитнесе есть такое понятие, надо бы убить человека, да. Да. Убить человека и тогда ты считаешься, что ты крутой тренер, да. Что даже мы в свое время с Ваней читали с известным очень тренером. И вот у него как раз вот презентация была такой. Любого человека и любой тренер может убить там за 10-15 минут. Правильно? Вот. И это в свое время считалось или может быть считается как, наоборот, твоим мастерством. Ну, ребята, это еще вы не вызывали скорую. Правильно? Не говоря о плохих уж вещах. Это вы еще скорую не вызывали. Ну, в этот разочек вызовите скорую с хорошим исходом. Ну, и все у вас закончится. Ты знаешь, я в свое время, когда был молодой тренер, у меня был такой, ну, насмотришься всего, да. И у меня был такой арсенал различных упражнений. И со временем, со временем я эти упражнения убирал, 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 убирал. Почему? Потому что я видел, каким травмом они могут приводить. Понимаешь? И чем опытнее, чем ты тренер, тем ты из своего арсенала убираешь. Ты каждый раз на весы Зевса кидаешь. Правильно, Сереж? Кидаешь. Вот эффект от этих упражнений, а вот вероятность травмироваться. Понимаешь, да? И ты понимаешь, что весы-весы с травмами начинают перетягивать. И ты задаешь себе вопрос, а зачем? Правильно? Вот я когда в медиа учился в колледже, у нас преподаватель, говорит, был. Знаете, кто, говорит, аппендициты вырезает? Кто, кто? Говорит, вы думаете, врач опытный? Говорит, нет. Говорит, он этот, как он, не аспирант, забыл уже как называется. Ординатор какой-то. Ординатор. Говорит, зашил и все хорошо. А, говорит, врач будет переживать. А вдруг, говорит, как-то что-то не так будет. Но не забывай, сами врачи говорят, у меня много просто знакомых хирургов, они говорят, аппендицит может быть как легкой, самой легкой операции, когда все хорошо. И когда у тебя разрыв, когда у тебя всякие инфильтраты и фигаты, это бывают очень серьезные операции. Поэтому не всегда это легкая операция. Ну, я, это так, образно, знаете, образно было сказано более или менее. Александр Борисович, а вот тоже, ребята, в основном, я не знаю, так знаете, за групповые говорю, говорю. Ну, понятно. В этот момент, смотрите, как тогда вот, ну, вот тренер, у него, допустим, маленькая своя студия, вот он сработает. Как ему правильно строить периодизацию тренировочного процесса? Потому что в основном все делается, а вот красивая комбинация, там какой-то степ, какая-то аэробика. И вот это все мешается постоянно. И какой логике преследовать? То есть, что делать вот там? Есть ли какие-то микроциклирования, либо же циклирование нагрузок у них? Вот, вот ты знаешь, ты такой сложный вопрос задаешь. Я тебе поясню. Потому что я его рассматривал с двух сторон. С первой стороны, с теорией. Я тебе сейчас тут расскажу медроциклирование, да, расскажу. Сначала делается вот это, потом вот это. 2 плюс 1, 3 плюс 1, 3, 3, 3, 3, 15. Все это очень интересно, все это очень классно. И когда я прихожу на практику, а практика, она у нас с тобой, если мы с тобой берем персональный тренер, а если мы берем и спортсмены, все и все. Вот условно. Нам с тобой всегда говорили во всех школах учения, тренер должен вести дневник. И должен планировать, да, должен планировать там на неделю, на два, а то и на год. Правильно? То есть распланировать вот эти циклы. Все это очень правильно. Существует так называемая теория планирования Матвеева, там еще и так далее. Классно. Классно. Нагрузка понижается. Особенно планированные, такое очень красиво у пауэрлифтеров, да, там легкий вес, тяжелый вес и так далее. Но, как только мы с тобой приходим сейчас в фитнес, мы с тобой видим, мы запланировали, мы прописали это все, клиент не пришел. Клиент заболел. Понимаешь? Клиент не может выполнить ту нагрузку, которую мы с тобой записали. То есть возникает огромная проблема, да, вот может ли. И вот тут я бы совет такой дал. Планирование для кого? Есть новичок, который только входит, есть средневичок, есть продвинутый уже зож головного мозга и так далее. Правильно? То есть для кого планирование? Я про всех сейчас расскажу. Давай сначала возьмем для новичка. Для новичка мы с тобой, помнишь, вводили такое понятие adherence, да, adherence, persistence, да, выживаемость. И все должно заточено под приверженность и под выживаемость. То есть задача номер один – инфицировать фитнес. Как должна выстраивать спиридизация? Чтобы человек получал удовольствие. Да. Да. И вот тут разнообразие, музыка, ничего не болит. Опять же, у тебя обратная связь. Некоторые приходят, я помню, я стою, дежурю. Ко мне подходят две сестры, с которыми я потом, не знаю, восемь лет, а сейчас и дружу, или уже пятнадцать лет. И они подходят и говорят, мы хотим персонального тренера. Я говорю, а какого? Они говорят, нам нужен злой. Понимаешь, да? Злой. Вы злой? Я не злой. Но я говорю, я злой. И, в общем, пятнадцать лет я с ним. Вот. Понятно, да? То есть нужна обратная связь. Кому-то надо, чтобы мышцы болели на завтра. Правильно? Ну да. И тогда ты добавляешь туда плеометрики, эксцентрики. Правильно? То есть ты… А кому-то не надо, чтобы завтра мышцы болели, потому что она больше не придет, или он больше никогда в жизни не придет. Поэтому тут выстраиваешь по принципу, ну, кто перед тобой, и, соответственно, твоя задача – это херенс персис. Как… С кем ты можешь начать выстраивать настоящую периодизацию, Матвеева и так далее? Только с продвинутыми. Правильно? Только с продвинутыми. И тогда мы с тобой опять… А вот задача. Первая задача – состав тела. И мы тогда мы с тобой берем периодизацию 2 плюс 1, которую Виктор Николаевич нам посвятил, и 2 плюс 2. То есть это… Условно. Мы с тобой месяц начинаем работать по принципу. Хит – понедельник, вторник – силовая, среда – отдых. Хит – в четверг, силовая – в пятницу. Если мы привязаны к субботе-воскресенье, часто клиенты нам говорят, мы суббота-воскресенье, это святое… Я просто для москвичей – это вообще святое. Никто не берет трубку, никто не работает. Это вообще… Нельзя просто… Это… Понятно, да? И мы говорим, суббота-воскресенье, они никогда… Если люди говорят, нам не важно суббота-воскресенье, тогда мы делаем 2 плюс 1, 2 плюс 1, 2 плюс 1, 2 плюс 1, 2 плюс 1. Тоже для тренера не всегда это комфортно. Почему? Потому что клиент тренируется понедельник, среда, пятница, либо ты выстраиваешь вторник, четверг, понимаешь, да? Там вторник, четверг. И ты, если такой плавающий график, ты сломаешь все графики других клиентов. И поэтому персональный тренер не любит работать в плавающем графике. Только новичок может работать в плавающем графике, когда у тебя нет клиентов и ты можешь плавать, правильно? А когда у тебя жестко набит клиентская база, ты не можешь плавать. И поэтому тогда ты вынужден все равно привязываться понедельник, вторник там, допустим, да? Или понедельник, среда, но в зависимости от твоего база. Ну, давай условно представим, что ты можешь плавать и так далее. Далее. Если у тебя работоспособность. Задача стоит повысить работоспособность. Человек хочет пробежать марафон, да? Какой-то там куча марафонов. Сейчас бегают, это очень модно, очень интересно. Да-да-да, это прямо. Слушай, но это важно. Ты же понимаешь, рано или поздно ты задаешь себе вопрос, как фитнесер. С какого перепуга я прихожу в этот фитнес? Правильно? Ну, с какого? Ну, то есть нужно найти мотивацию. И поэтому люди часто идут куда? Они идут в какие-то похудейки. Правильно? И вдруг, представляешь, у тебя говорят, «А давайте-ка пробежим марафон». Блин, как классно, да? То есть появляется цель приходить в фитнес-клуб. То есть они, получается, покупают счастье, да? Или эмоцию? Вот смотри. И все разные. Все разные. У меня была клиентка. Она семь или восемь лет ходит. Я задаю вопрос. Она ничего, ничего не меняется. Вот как она... Вот ничего не меняется. Вот семь лет ничего. Ни состав тела, ни работоспособности. Я задаю вопрос. Кать, ты мне скажи потом, а что ты хочешь? Ну, может быть, давай это? А она говорит, слушай, но это уже как некий, некое, знаешь, церемониал. Ритуал, да. Да, ритуал. Церемониал и ритуал. То есть наступает этот, как оно, сентябрь. Нужно на год заплатить карту. Понимаешь? Три раза в неделю нужно прийти, пройти на дорожки, ба-ба-ба. То есть ритуал, церемониал. Все. Это привычно. Я не хочу ничего менять. А у тебя есть результат? Нет. Никакого. В хорошем смысле. А зачем ты ходишь? Да? Зачем? А она говорит... И она первый раз в жизни за семь лет говорит, А действительно? Да? А действительно? Зачем? Вот. И, 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 и... Знаешь, какой вы... Ну, я говорю, я-то зачем поднимаю этот вопрос? Я говорю, может быть, давай начнем что-то делать? А она говорит, да ну и не надо. Знаете как, у меня есть знакомый тренер и знакомый клиент этого тренера. Когда ты общаешься с одним, потом общаешься со вторым, это очень разная картина, она прям вообще... Клиент говорит иногда, блин, ну я не могу его обидеть, как же, нужно деньги заплатить, и там... Ну как, я не могу, это там уже как части... А это церемониал, церемониал. Понимаешь, я уже не могу обидеть, я не могу заплатить. Ну, понятно. Поэтому тут, Сереж, тут сколько людей, столько... Вот столько нужно рассматривать ситуации. Ты понимаешь, да? Ну хорошо, потому что стандартного, вот нельзя сказать, что вот человека-студия, у него там ведет, он там, допустим, какие-то пять-шесть методик имеет у себя в голове, понимание какого-то проведения. То есть нельзя сказать, что там две недели делайте там силовую тренировку, две недели делайте функциональный тренинг, две недели делайте хит. Все, я отвечаю. Значит, смотри. Я тебе рассказал, что если мы с тобой работаем... Я остановился на работоспособности, вынослившись, мы используем три плюс один. В основном мы это делаем хит. Следующее, условно, мы делаем равномерку. Это все кардиоработа. А потом силовая и потом обе. Делаем три плюс один. Это вот работоспособность и это. Мы с тобой можем выстраивать, но у нас с тобой во главе должны стоять задачи. Какие задачи ставят сами. И если мы с тобой условно садимся с клиентом и говорим, первые два месяца наша задача снижение жирового компонента при максимальном сохранении мышечной массы. Тогда у нас есть диагностика и мы затачиваем все от нутрициологии до тренировки, все под эти задачи. Мы допустим... Мы поставили задачу выполнить 21% жировой массы. Мы выполняем это за какой-то период. Теперь мы с тобой меняем задачу. Да? Меняем. Следующее. Пожать там, не знаю, 100 килограмм, подтянуться или что-то сделать. То есть мы начинаем менять задачу. Пробежать марафон, повышаем МПК, повышаем это. То есть все равно ты никуда не уйдешь от диагностики. Понимаешь, да? Потому что сейчас фитнес работает с... Весь фитнес мировой. Это не то, что там российский, украинский, там, не знаю, белорусский фитнес. Весь фитнес работает с лозунгами. Я всегда говорю... Клиент приходит. Я хочу похудеть. Тренер. Клянусь мамой похудеть. Все. Сколько надо? Три по пятнадцать. Все. Все погнали. Все. Ребят, ну вот весь фитнес, он работает так. Клянусь мамой становитесь на весы. Сколько? Минус три. Хорошо. Поехали. Молодцы. Все. Ребят, пока вы не перейдете на правильную диагностику... И она элементарна. У каждого есть сейчас биомпеданс, калиперометрия и так далее. Я уже про состав делал. Элементарные тесты. Пала там зашиты, блин, ваши тесты. Любые МПК. Фига, все это делаете. Никаких проблем. Вот. Как только вы переходите на цифры, у вас сразу возникает периодизация. Ты от нее никуда не уйдешь. Но она периодизация от задач. Понимаешь? От задач. Поэтому сейчас ты мне говоришь, а какой периодизация пользуется? Я говорю, а какие задачи? Вот, смотрите. А вот это определенная модель мышления. Да? И она должна быть сформирована. Там у человека есть там образование, нет. Но это все равно модель мышления. А... Послушай. Давай, давай. Вот, допустим, вот так сформировались условия. Нет биомпедансного анализа. Нет у них этого калипрометра. Вот. Ну... Вот она говорит, я хочу, чтобы люди вот как-то все усреднили и получили что-то золотое. Какую-то золотую середину. Ну... Сереж, я опять не понимаю. Я вот опять не понимаю. Я всегда, когда мне говорят, нет калипера... Ну вот... Послушай. Я всегда задаю вопрос. Вы телефон свой показываете? Ага. Алло, слышишь? Когда мне... Я всегда говорю... Сереж, вы мне телефон... У вас телефон есть? Телефон. Покажите мне свой телефон. И они мне показывают. И телефон стоит от 200 долларов, правильно? От 200 долларов. Я говорю, калипер сейчас на рублике. Да, да, да. Калипер, пластмассовый калипер стоит 50 рублей. Не знаю, сколько это на украинском. 50 рублей. Да. Да. Вот. Вы в Китае закажите за эти 200 долларов, которые у вас телефон стоит, вы закажете себе два мешка калипера. Два. Понимаешь, да? И когда ты мне объясняешь, что у тебя нет калипера, я этого не понимаю. Вот и все. Ну, у тебя нет 50 рублей или... Переведи там на грин. Нет. Знаете, я так понимаю, что она подразумевала в том, что вот к ней идет поток, там, групповая тренировка зашла, табун 20 человек, она их отработала, выкинула, зашли вторые. И вот таких групп у нее три, которых она ведет там постоянно, у себя в клубе, какое-то арендное помещение, неважно. То есть ей нужно вот придерживаться ли какой-то смене тренировочного процесса. Или делать то, что ей душево будет. А сейчас... Сереж, а тут просто, просто, когда такое массовое, да, ты массовый, и у тебя ты как групповик, ты сам знаешь. Всегда в этой группе 10%, там, 15% новичков, 20% средневичков и, блин, 15... Потому что все вот это биджинер, я же помню, мы даем, да, пишем биджинер или там уже продвинутый, и все сидят и говорят, а вы кто? Ну, на продвинутый. А я, говорит, первый раз. А это же нет. А кто его что, выгонит? Правильно? Ну, ты же его не выгонишь. Он сказал, подождите, а мне так удобно. А мне удобно только в этот час. Правильно? Ну, ты же понимаешь, да? Ну, да. И каждый раз тренер групповых программ обязан и с биджинером, и с не биджинером, и с новичком, и с новичком. И вот он пляшет. Этим вроде бы надо сложную связку давать, а тут уже три новичка стоит. Правильно? И... Поэтому у тебя выход один. Скорее себе, выход только за, как я тебе сказал, adherence, да? Да. То есть, задача, задача, давать драйв. Задача, давать приверженность. А вот дальше существует персональный тренинг. Понимаешь, да? И тогда на персональном тренинге вы выстраиваете так называемую периодизацию от задач, калиперометрии, биомпедансометрии, не знаю, что еще метрия. Да, да, да. Вот. И тогда... Проблемы же групповиков, их все время ругают менеджеры. Вы не умеете продавать, когда начинают требовать. Правильно? Вы не продаете персональные тренировки, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну и вот вам и правильно. Поэтому дайте драйву в группе, дайте веселье, дайте эмоции, чтобы люди начали кайфовать. А уже реальные проблемы, да, реальные. Он мне говорит, а мне вот тут убрать. А, ну убрать это персональный тренинг. Вот тут, правильно? А вот тут добавить. Ну, добавить это на персоналке. Вот. И вот тут как раз чем хорош тренажерщик? Он заточен под индивидуалку, да? Он только мыслит на индивидуалку. И его слабые стороны он не может мыслить вот континуумом большим, да? Вот. И вот когда-то в свое время я смеялся над этим, когда World Class начал вводить понятие такое, как тренер-универсал. То есть тренер-универсал, он должен и персоналить, и на воде, да, и все-все-все. Я смеялся, а сейчас уже, когда, ты знаешь, когда мудрость приходит, и ты понимаешь, что скорее всего и действительно тренер-универсал, может быть, это индивидуальная машина для фитнес-контингента, который не должен там, может быть, выстраивать по Льву Павловичу Матвееву какую-то супер там периодизацию, да, может быть, не хватит у него до этого ума. Но он способен, вот ты знаешь, проводить клиента, а тем более, когда есть хороший клуб, да, то есть огромные пласты различных от тренажеров, вариантов, и он способен клиента вот проводить по всему-всему. Потому что ты сам понимаешь, клиента очень любит, он привыкает к одному человеку, да, ему сложно делить вот, знаешь, вот 15 тренеров и нет, и сложно, вот это всегда взаимоотношения сложные, да, вот все-таки тренер – это какой-то отец, да, вот еще что-то, какой-то психолог, мы часто называли и врач, и психолог, да, и кто только он не есть тренер, и психоаналитик. Это в Голландии так они в основном часто работают, они берут там штат небольшой, 8-10 тренеров, но тренера и тебе и реабилитолог, психолог, кто тебе хочешь. Да, но ты и понимаешь, что как бы это с точки зрения… Понятно. Да, но давай ставим, да, давай еще какие вопросы. Так, читаю, пишет девочка, пишет, правильно ли соотношение БЖУ 2-1-2 на похудение, или лучше 2-1-6 на набор? 2БЖУ, БЖУ, если правильно. Ну, смотрите, ребят, вот опять же, я как с твоим, с твоим, когда ты задал первый вопрос про периодизацию, здесь опять существуют два таких интересных вещи. Есть теория. И вот теория, мы с вами говорим, 2 плюс 1, там, да, вот это 2-1-2-1-2-8-5. Блин, классно, все звучит очень классно. Теперь мы с вами переходим к практике. Вот кто хоть раз в жизни составлял рацион? Ну, хоть раз в жизни брал как-нибудь fat secrets, или там диета 3-0, или диета 20-0. Вот, вы хоть раз в жизни подобрали это 2-1-2. Ну, в рационе вы собрали хоть раз в жизни 2-1-2. Ну, правильно, Сереж, понимаешь, да? Вообще не попасть, там очень сложно. Никто в жизни не попадешь, никто. Поэтому, да, никто в жизни не попал. Теперь, когда мы переходим непосредственно к, значит, вообще практике, 90% клиентов, особенно новичков, мы же про новичков сейчас начинаем заговорить, вообще не понимают, что такое калории. Раз. Никогда в жизни не будут ходить с баночками. Два. Никогда в жизни не замерять, да, стоять с мензурками, мерить эти калории. Три. И вот, ну, а вдруг человек задает, он может бодибилдер, да, выступает, выступающая спортсменка на всякий фитнес. Вот. Тогда мы с тобой говорим опять, мы переходим с тобой опять от этих цифр непонятных, мы переходим к важным, к важным моментам. Ребят, мы с вами должны понять, замерить это очень сложно. И я советую начать потихонечку такими маленькими шагами, просчитать свой рацион, обмен веществ, правильно, так называемый БМР базарный таболик. Базарный, да. Потом посчитать тренировку, да, то есть там 200, 300, 400 калорий, ну сколько вы там тренируетесь, сложить это все. И потихонечку начать вот так, допустим, 15-20% белковую часть попытаться уложить, у вас все равно будет все криво, когда вы начнете Fat Secrets складывать. Потом, допустим, там 20-30% на жиры отложить, там 20-25% на жиры, а все остальное закрыть углеводами. И потихонечку начать себя мониторить. Две недели прошло, состав тела померили. Две недели прошло, состав тела померили. И если у вас, например, ничего не меняется, потихонечку начать калорийность резать. Калорийность резать можно смещать либо в одну, либо в другую сторону, либо просто тупо с этим же раскладом по белкам, жирам, углеводам, просто минус 50 калорий, минус 100 калорий, понимаете? А расклад не меняется. И вот это более, вы знаете, более правдоподобно, чем мы сейчас будем 2-1-2, 2-5-6. Ну, это только теоретически. Это знаете кому? Это если вы лектор, лектор, да, вы ведете какие-то обучающие программы. И тогда вы выходите 2-1-2. Вау! Вау! Все мне попадали. Вау! Вот он пришел! Светило! Светило! 2-1-2! Начинает фактически, думаешь, бля, как уже сложил-то 2-1-2, да? Товарищ вектор, а можно, а можно пример? А можно пример? Он говорит, можно, но потом. Но потом. Вот. Ты говоришь, блин, ну это классно все. Поэтому, ребят, тут вот есть практика, да, а есть болтовня. Поэтому старайтесь, вон, все ржут. Ну, кто хоть раз в жизни складывал, тот, конечно, ржет. А кто не складывал, ну, 2-1-2, очень классно. Работай вперед. Да. Это как 100 бат, все нормально. Да, у 100 бат и 170, сразу реанимация, дефибриллятор, слово выучите. Да, слово дефибриллятор, слово выучите. Да, да. А мне, я просто помню, я вопрос задал тогда, а покажите, говорю мне, вот упражнения, которые вы делаете, ну, в табате. Ну, они, они показывают там банально смешные. Они показывают, а у них табаты это отжимания, табаты это группы какие-то. Ну, я тебе скажу, у меня был фильм такой, я в свое время сделал какой-то обзор по табате. И существует классическая табата 170, там, по-моему, 4 минуты всего, по-моему, классическая табата. Да, да, 4 минуты она. Да, значит, и потом называют модифицированные табаты. И вот тот, кто что только не придумал, и сидя на, там, да, 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 и в открытом окне. Ну, да, 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 и все табата. Ну, уже круто звучит, симпатично звучит. Табата, табата, хит, хит, ну, сит, сит. Вот, поэтому, ребят, ну, тут как бы надо понять, и может быть это правильно, может правильно. Вот человек не может, ты же понимаешь, Сереж, человек, ему нравится, когда называют, да, ему нравится, а ты куда пошел, сейчас какой у тебя урок? Он говорит, табата. Слушай, а ты назови сейчас, какой урок у тебя там, не знаю, горилка, блин, ну, кто на нее пойдет, правильно? Да, горилка, кто пойдет на горилку? Ё-моё, горилка, это же что-то другое. Вот, поэтому тут, ребят, тут вот табата, вот мы, у нас, да, все одно, и мы любим вот эти иностранные имена, мы это прошли, мы сначала любили французские имена, позже все говорили на французском языке, правильно? А сейчас на ангельском, да, на ангельском, и все вот табата, да, табата, хит, ё-моё, ты скажи, вид, вид, пойдешь на вид, ты скажи, на вид пойдешь, никогда в жизни, никогда не пойдешь, это же высок американский тренинг, flexibility и тип окей в части, ну а что-то интересно. Интересный тренинг называется и слушаем Васили! Кто пойдет на многоборье? Ни один человек! На кроссфит все! Да, многоборье? Ну кто на него пойдет! Ни, ребят, ну coherência! Еще раз, мы прошли это. Сначала говорили на греческом, потом на латыни, потом на французском, а сейчас ангельский. Правильно? Ну, вот на ангельском говорим все. Александр, еще вот девочка пишет. Полезно ли пить кофе перед тренировкой? Давай, тоже сложный вопрос, но давай вот так скажем. Я подразумеваю, наш кофе можно пить по двум, значит, Борис, ты что, в Госдуму? Васильевич! А мне было бы интересно, если бы вот так выступать с трибуны. Да, я сейчас в хоккей пока буду играть, Васильевич. Я пока сыграю в хоккей, а потом пойду в Госдуму. Значит, смотри, значит, кофеин, кофе-кофеин, мы будем, значит, употреблять по двум, две вещи. Из-за двух вещей. Либо мы хотим похудеть, либо мы хотим работоспособность, чтобы посильнее хит там крутить, чтобы настроение поднять и так далее. Все, меня выдвинули в президент. Значит, смотрите, тут не все так просто. Сам кофеин, он ферментативно зависим. И вот тут есть такие люди, которые фермент в печени называется СУП-1А2. И вот этот СУП-1А2, он у разных людей по-разному в печени, значит, выделяется. У кого-то он не выделяется вообще. Почитайте комментарии внизу. Да, я вижу. Все, все, уже я президент. Партия. Да, партия. Партия, веселая наука. Значит, смотрите, если СУП-1А2 у вас не выделяется, вы выпиваете этот кофеин и никогда в жизни не уснете. По двое суток, да, вот с такими глазами, с трясущимися руками. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, кто спать хочет, никак в жизни. Второе. Сам СУП-1А2, он также тренирует у многих, если он выделяется, как алкоголь до гидрогеназа. Вы сами знаете, кто первый раз в жизни выпил, а алкоголь упал и валяется, правильно? А потом со временем смотришь, уже, блин, е-мое, и вы уже литр выпиваете. Адаптация пошла. Адаптация, да. То есть вот этот алкоголь до гидрогеназа начинает усиленно вырабатываться в ферментативной системе печени и вы привыкаете. Потом третья стадия, наоборот, не вырабатывается, и ты уже валяешься, понюхал и падаешь. Вот. Ребят, и вот что интересно, если мы говорим о работоспособности, если вы спортсмен, если вы, условно, да, хотите получать от кофеина вот этот скачок работоспособности, энергетику, и все как один говорят, ребят, берегите, берегите вот этот эффект. Не каждый день не фигарьте его, потому что вы привыкнете, понимаешь, да? Вам нужно будет раздувать дозу, рано или поздно вы приведете к отравлению, и так далее, к плохому самочувствию и так далее. Вот. Поэтому, если у вас работает кофеин, берегите и используйте кофеин только на важные тренировки, на важные какие-то забеги, да, заплывы и так далее. Вы пошли, да. Или, условно, вот ты сегодня поехал, да, поехал куда-то, по серпантину. Ты бы сейчас выпил кофеинчик, и не устал бы, да, бабахал бы, красавчик. Почему ты раз в месяц его выпиваешь, когда едешь по серпантину? Ты бережешь этот эффект. Но мы ничего не бережем, мы рубим кофе, кока-колу, пипси-колу. То есть, превращаем его в некий... И мы его плацебо. И если у вас это плацебо, уже ничего не работает, ну, смысл его пить. То есть, вы просто его пьете, тратите деньги, одно дело, кофе там еще как-то любите, запах там. И вот хорошее исследование выходит, говорят, ребят, мы настолько уже провели вот эти ассоциации, что стоит понюхать, и у тебя работоспособность поднимать. То есть, представляешь, уже организм настолько привык... Аксоциативные способности, да? Да, он настолько привык, понюхал, и уже организм сразу бум у тебя зарядился. И поэтому говорят, ребят, если вы получаете, не надо его пить. Достали в коробочку, достали, посидели и пошли тренироваться. А когда надо, ответственный заплыв, забег, выпили. Понимаешь? Поэтому хороший вам лайфхак. Лайфхак. Когда неважно, понюхали, а когда надо, выпили. Вот вам как бы такой лайфхак. Что-то там про яйца было, да? Я знаете, что я хотел спросить. У вас же был фильм по поводу стретчинга. Я думаю, что некоторые смотрели, может, некоторые не видели. Вот расскажите, пожалуйста, вот, стоит ли его, и когда его лучше внедрять в саму программу стретчинга? Ее ставить отдельным циклом? Или ее в отдельный день под нее выделять? Когда ее лучше использовать? Потому что по фильму знаем, что на гибкость она влияет, в принципе, так, как и силовые особо. Тут же, смотри, тут в фильме поднимается вопрос. Вот представляешь, у нас с тобой есть человек, фитнесер, он пришел первый раз в жизнь. И стоит вопрос, 65% смертности населения планеты Земля это сердечно-сосудистые заболевания. Правильно? Которые спровоцированы ожирением, плохими окислительными способностями, сердечно-сосудистой системы плохой. И у тебя клиент, то есть идея первого фильма, она вот звучит так, и это правильно. У тебя клиент приходит, и ты ему задаешь вопрос, сколько раз в неделю вы сможете тренироваться? И клиент тебе говорит, два часа. Правильно? Два часа в неделю. И идея фильма такая. Вот человек может выделять два часа в неделю, и ты хочешь от двух часов еще 30 минут оторвать на стретчинг. Понимаешь, да? И то есть, представляешь, у тебя есть два часа, которые ты должен воздействовать на похудение, тратить калории, а ты говоришь, давайте будем воздействовать на стретчинг. Я всегда, знаешь, шутка такая, она может быть черная, я всегда говорю, когда мне ЛФКшники все время рассказывают, у меня всегда, вот, пришел клиент, клиент задает вопрос, а, ну, мы задаем, вы зачем пришли? Он говорит, я пришел похудеть. А ЛФКшник говорит, подождите похудеть. Ё-моё, да вы кривой весь. То у вас грыжи протрузии, да? То у вас протрузии. Я говорю, товарищ ЛФКшник, подождите, машу. Говорю, сколько с протрузией я проживу? Сколько? Ну, как, там этот, да, ну, 200 лет, 300 лет, да, как это, помнишь, выживался? Буду болеть, мучиться, согласись, да, буду ходить, кривой весь, буду Зевса звать, Таната, чтоб меня забрал, а он не будет меня забирать. Сколько я проживу толстым? Ну, завтра умру. Ну, инсульт, инфаркт, ты сам знаешь, да? Инсульт, инфаркт. Все, 45 лет, о, поехал уже, все к Зевсу. Вот, поэтому я тебе говорю, ребят, ну, давайте решать самые важные задачи с тобой, правильно? Давай решать. Человек завтра умрет, а я ему буду грыжу лететь, протрузию. Ну, от этого не умирают, от протрузии. Поэтому давайте-ка сначала решим вопрос инсультов, инфарктов, а потом займемся протрузией. Кто же против-то? Так вот, идея фильма такая. Если у нас есть два часа в неделю, как же мы можем тратить эти драгоценные время на шпагат? Ну, да? Ну, кому нужен шпагат? Ну, а видите, как пишут, говорит, вы добавите больше пособа секса. Какой секс? Ну, у тебя процент жира 40. Ну, вы что, серьезно? Ну, секс был когда-то еще при гведоне, блин. Ну, ты что? Ну, прекращайте, ема. Ну, какой секс? Ну, секс у нас весь в шопе. Вот. Нет, прекращайте. Нет. Поэтому, чтобы секс вернулся, нужно убрать живот. Ребят, ну, живот надо убрать, чтобы секс-то вернулся. Поэтому, ребят, не приду вот это. Представляешь? Ну, ема, кто в шпагате? Ну, это не знаю. Ну, конечно, это вы напридумывали, конечно. Секс в шпагате. Ема, ну, напишите хоть кто-нибудь хоть раз в жизни. Ну, в жизни там, ну, да. Это же ерунда полная. Не сочиняйте. Поэтому, ребят, давайте не будем. Поэтому идея фильма такая. Гибкость хорошая штука, базару нет. Для кого? Когда жир у тебя 15. Правильно? Ну, жир 15, давай-ка еще сядем на шпагат. Вот хорошая идея, куда пойти? Правильно? Вот. Поэтому, если я тренируюсь 6 часов в неделю, то почему же не добавить гибкость? Правильно, Сереж? Почему же в качестве восстановления, вот чтобы у тебя не было перетренированности, бла-бла-бла, да, с точки зрения, там, какого-то mental health, да, ментального здоровья, там, да, каких-то вот этих, всякого бреда. Вот. Но это же классно. Но когда у тебя 2 часа в неделю, рьема, да, Волочкова, вот, спасибо, да, Вася пишет. Вот, значит, ребят, вот, вот идея какая. Поэтому нужно первая, первостепенная задача выполнить, а потом уже в гибкости заходить, уже ваше тамасутро там и так далее. Ой, ну, это было очень весело. Тогда, как всегда. Да вот, смотрите, а тогда вопрос, опять же, возвращаемся к групповым программам. Вот у них выстроена, да, тенденция какая, что есть разминка, неважно, какая она, она по-моему же есть. Потом предварительный стретчинг, какая-то основная часть, заминка. То есть, если мы сейчас возьмем гибкость, ну, многие как делают, а давайте-ка в заминку вставим пассивный стретчинг, а вот будем тянуться, да, там более 7,5 секунд, а вот там у нас будет активный стретчинг предварительный. То есть, вот, вот как это, это вот с правильной точки зрения, то есть это бред. Ну, это смотри, вот опять мы с тобой должны определиться в терминах, Сереж, потому что, если гибкость будет решать какую-то задачу, правильно, задачу, она должна решать задачу гибкости, стать гибше, правильно? В сантиметрах, миллиметрах, там и так далее. То есть, если ты говоришь, давай-ка я буду использовать особенно миофасциальный релиз, типа массажа, расслабление мышц, гибкость, ну, это какое отношение гибкости-то имеет? Ты сам понимаешь. Другое дело, когда я в свое время экспериментировал с гипертониками и в качестве заминки решил ставить гибкость. Только давайте, я сразу скажу, что такое гибкость. Гибкость в моем понятии, да, когда я довожу до легкого болевого ощущения, правильно, и начинаю отсчитывать от этой секунды 15, да, 15 секунд. Я надавил, человек говорит, больно, правильно? И я считаю до 15, ну, чтобы был эффект, правильно, растяжение. Мерю артериальное давление, почему? Ты же боишься, тебе больно, симпатика выстреливает, понимаешь, да? А нам с тобой говорят, после, что значит после, когда через 300 лет, да, она сейчас тут отъедет у тебя, правильно, на этой гибкости? Плюс вся гибкость все время внизу, правильно? Редко ты, ну, где-то вот тут начнешь тянуть, а ты всегда кладешь, да, начинаешь это, и у тебя перепад опять давления, у тебя и так гипертоник залег, еще вот эти перепады, плюс с таким накатом, блин, у тебя на давление. Поэтому тут, ребят, тут, опять же, мы с тобой должны определиться, какие будут задачи в заминке. В заминке задача одна, успокоить, как ЦНС, так и все система. Как же ты можешь успокоить, когда у тебя отрывают ногу? Понимаешь, да? У тебя отрывают ногу, и ты успокаиваешься? Ну, вы серьезно? Ну, ребят, еще раз, вот это запрещенное всеми, когда мячиком нажимают у тебя вот на спину, да? Хорошо, хорошо, что сама гибкость в классическом понимании, она проходит всегда на полном расслаблении, правильно? Расслаблении мышц. Вы представляете, если ваш клиент расслабит позвоночник, у вас пройдет соскальзывание позвонков и реанимация. Клиент держит позвонок, понимаешь, а ты в этот момент надавливаешь мячом. Это называется гибкость. Это называется гибкость. Ну, это трезвый ум, здравая память, это понятно, только может не понимающий человек. Поэтому, ребят, какая задача? Массаж, расслабляющий массаж, как классно, мячиками чуть-чуть понадавливал, расслабил, тут понажимал, да? Вот должно быть что. Вот должно быть что. А не когда тебе отрывают ногу, и ты говоришь, вот это у меня заминка офигенная. А потом говорят, а что этот клиент не уснул ночью? Чего-то он говорит, не уснул. А как он уснет, ногу оторвали, ногу оторвали. Привосбудился, по-моему, больше. Ну, Гарин, этот СНС, наоборот, пуляет так от страха. Какой тут нафиг, ема. Ну, тебя говорят, ну, зато ты на шпагат сел. Ема, офигенно сел на шпагат. Поэтому, ребят, тут какие задачи стоят и что подразумевается под понятием гибкости. Вот это главная задача. Задача заминки, заканчиваем, да, вот этот вопрос. Задача заминки расслабить, подготовить ко сну человека. Потому что 90-80% клиентов тренируется вечером. Вот это вот. Что у нас там? Осталось, по-моему, две секунды, да? Сколько там? Давайте, я сейчас последний вопрос задам. Давай. И все. И скажу вам, спасибо, СНС. Вопрос такой. Смотрите, вот функциональный тренинг в групповом формате. В него, в основную его часть напихивают блоками. Говорят, сейчас мы блок поработаем на силу. Второй блок, мы поработаем на выносливость. Третий блок, мы поработаем на гибкость. Четвертый блок, мы там поработаем на счетчета. А в пятом мы, короче, это все соединим. Возможно ли использование вот таких комбинаций и действительно ли будет какой-то эффект или это просто фикция? Сереж, а поясни, я просто не совсем понял. Это в одной тренировке все? Да, вот смотрите, вот человек стоит, делает движение. Вот он с позиции вертикальной переходит в позицию горизонтальной. Там руками перемещается по полу. Потом он добавляет отжимания. Опять возвращается вверх. Потом делает отжимания с добавлением колена к плечу. Опять поднимается вверх. Потом отжимания, добавляет колена к плечу, ногу выпрямляет. Остается в этой позиции. Ну, Ну, понятно. Ну, серьезно, ну, тут просто набор, ты знаешь, набор, надо же что-то делать. Ну, набор просто какой-то партия за нас, делай раз. Да, партия за нас, делай раз. Помнишь, это был за стол, ребят? Вот. Ну, просто набор, набор каких-то физических. То есть, это красиво. Просто красиво. Просто красиво, да. Какое-то, всегда надо с очень умным видом это все делать, да, что ты, обязательно паузу делать, вот чесать голову, да, должен чесать голову обязательно, да, и, соответственно, после этого выдавать вот этот такой, так называемый, бред. Ребят, ну, Сереж, мы с тобой во главу должны ставить непосредственно adherence, да, и наша задача инфицировать. И, возможно, вот мы с тобой смеемся, и, возможно, вот набор таких веселых, да, набор вот этого игры такой, набор вот непонятных таких вот вещей, и даст, даст приверженность, и даст любовь к фитнесу. Поэтому мы должны с тобой вот закончить, закончить наш стрим на тему любви, понимаешь, мы должны влюбиться в фитнес, мы должны полюбить его, правильно? Было такое греческое слово колокаготия, это любовь тела, да, это совершенство души и тела. И вот мы с вами должны проповедовать колокаготию, да, то бишь, любовь к своему телу, к физическому развитию и красоте. Не путать с урановой любовью. Все. Как вы красиво сказали. Спасибо, Александр Борисович, за ваше время. Обнял. Давай, все, пока-пока. Всем привет. Спасибо. 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 Спасибо.